Дело в том, что учебное заведение располагается в историческом здании от 1950 года постройки. Оно находится в государственной собственности и имеет статус объекта культурного наследия. А значит, и все вытекающие из этого ограничения. Колледж хотел открыть медкабинет, но по закону сделать этого не смогли. В перечне закона такого вида деятельности нет. Когда в ЗАГС-собрании стали заниматься этим вопросом детально и общаться с коллегами из других регионов, выяснилось, что таких случаев очень много по всей России. Отмечу, что более 60 регионов поддержали идею. Первоначально владимирские законодатели предложили максимально снять барьеры и предоставить право безвозмездно пользоваться историческими помещениями любым государственным и муниципальным учреждениям, вне зависимости от сферы их деятельности. Но в таком виде инициатива в Госдуме не прошла, и законопроект вернули на доработку. В итоге инициативу доработали и конкретизировали. В действующий перечень учреждений, имеющих право на предоставление в безвозмездное пользование объектов культуры, добавили организации здравоохранения и социального обслуживания. Это не только решит проблему с медкабинетами, но и в принципе улучшит ситуацию с обслуживанием исторических зданий, ведь потенциальных пользователей станет больше. В настоящее время текст законопроекта разослан во все необходимые инстанции, от законодательных органов субъекта Российской Федерации до администрации президента. До 19 января профильный комитет Госдумы принимает предложения и замечания к документу. Отмечу ранее, по предложению владимирских депутатов была скорректирована норма о бесплатном питании школьников. Право на льготу получили учащиеся частных гимназий и лицеев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова